Привет! Сегодня мы с вами пойдем, сходим в магазин, а мне нужна замороженная малина и майонез. У нас 27 градусов, прогуляемся по Сан-Диего, по району Хилкрист. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Встаю на светофоре и не хочу нажимать кнопочку. И вот думаю, оно загорится-то зелененьким или все-таки надо нажать? Тут очень долгий светофор, очень долгий. Попадем мы с вами в магазин Trader Joe's. Я его называю Trader Joe, а не Joe's, как правильно. И давно там не были, наверное, сначала карантина. Он теперь закрывается раньше, часов в 7 вечера. Раньше он все равно рано закрывался, в 9 вечера, но как-то успевали в него доехать. А сейчас вот давно не были. Ну и очереди там постоянно, поэтому как-то не хочется там стоять. У нас продолжается карантин, но сегодня 27 градусов. И вчера тоже было 27 градусов. Правда, я на улице вчера так и не вышла, потому что играю в Nintendo Switch в Animal Crossing. Мне очень надо обустраивать красиво свой остров. Кто играет, тот поймет. Вот, поэтому сегодня я заставила себя. Вот там, кстати, Бальбоа парк, но вот так насквозь не пройти. Я иду огородами до магазина, а не через главные улицы. Мне так намного больше нравится ходить. Вот. И не забываем про social distancing. Так. Маска у меня с собой, но маску я не надела сейчас. Надену ее в магазине, потому что смысла нет. Идти, дышать. Ну и жарко очень, очень жарко. Я вот даже в шортах, посмотрите. По-моему, впервые в этом году. На этой улочке небольшие жилые комплексы. С этой стороны, с этой стороны домики. Вот здесь в каком-то испанском стиле, по-моему. Еще, по-моему, нужно все-таки надеть ND-фильтр. Было потому что я все еще иду с поляриком. Сказала все еще и забыла, что я не выкладывала влог предыдущий, в котором говорила, что я решила затестить поляризационный фильтр на эту камеру, а не нейтральный. Потому что хочется, чтобы небо было синее. Вот. Не выложила тот влог. Какой-то он сумбурный был. Я вот, по-моему, уже, наверное, дня три назад выходила. Но у меня в духовке была картошка запекалась. И мне просто очень быстро надо было и как бы и погулять, и что-то снять. И, в общем, мне что-то как-то не зашло. И погуляла я как-то мало. Но давайте расскажу вам, что хотела сказать тогда. Здесь, кстати, очень большая стройка на вид. Строят какой-то очередной жилой комплекс большой. Вот. У нас на днях была замечательная новость. По-моему, в понедельник. Сегодня у нас пятница. В понедельник открыли частично какие-то парки. О, какая-то штука здесь. Информация по коронавирусу. Ну, тут написано «Мойте руки» и «Симптомы». Всякое такое. Окей. Вот. В общем, частично открыли парки. У меня в Инстаграме висит полный список, что открыто, что закрыто в Сан-Диего. И даже что-то около океана открыто. Так. Что, нажимаем на кнопочку. А, блин, не нажать здесь слишком-слишком. Маленькая кнопочка. На некоторых светофорах оно срабатывает и без нажатия кнопочки. А на некоторых не очень. Смотрите, какие красивые розы здесь. А там холл-фудс. Ладно, пойдёмте сюда, на главную улицу. На обратной дороге пойдём огородами. Вот здесь красиво. Растения насажены. И вот цветочки. Сейчас подходим к холл-фудсу. Это буржуйский магазин органической и неорганической еды. Что у нас тут творится? О, там очередь, смотрите. Очередь на вход. Вот сейчас, к сожалению, наверное, буду и в трейдере Джо стоять. С очередью. Окей. Ну, в магазине не были, по-моему, уже две недели. Потому что воспользовались доставкой Sprouts Farmers Market. Это тоже такой магазин продуктовый. Но, как оказалось, нам очень повезло, что там была доставка. На следующий день всё привезли. Прям всё очень круто. Но буквально подруги через дорогу там, например, не доставляют. Хотя очень странно. Так. Ветер дует. Вот. А это холл-фудс. Это амазоновский магазин ещё продуктовый. У нас в Сан-Диего, по-моему, их всего два. Ещё третий есть в Дальмаре или в Саванне Бич. И, как бы, когда всё это случилось, была очень большая нагрузка. На доставку. Ну, конечно, просто на несколько-миллионный город, три магазина, конечно, они не обеспечат нормальную доставку быстро и всего. Вот. И там случился прям какой-то доставочный коллапс. Народ у нас бунтует. В Инсинитесе и, знаю, ещё в некоторых других штатах. В общем, выходят, протестуют против всякого этого карантина. В Инсинитесе нас бунтует против того, что пляжи закрыты. И, в общем, народу уже надоело сидеть дома. И, как бы, ладно сидеть дома, а без работы там. Там же жуткая безработица сейчас. Так, дошли до... Блин, оно что за... Не, оно... Ну, оно закрыто, наверное. Это кофейня Better Bus. Я здесь частенько встречалась и знакомилась с новыми людьми через Инстаграм. Вот. Заводила подруженцей. Да, что там написано. Ну, они на доставку работают, в общем. И никого. Здесь всегда просто куча людей. Сидит с ноутбуками. Так. А здесь у нас пожарная станция. Мне кажется, кто смотрит мои влоги, они знают эту дорогу. Потому что я тут ходила пешочком. Это 6-я авеню. По ней ходят автобусы. О, господи, 6-я. Вру. Это University Avenue. И по ней ходят автобусы, на которых я ездила долго и часто в ESL. А здесь у нас собачий садик. Но там сидит дядечка-бомж почему-то. Сейчас будет шумно, потому что проходим над 163-м шоссе. Что-то я как-то очень быстро дошла до магазина. Прям, прям, не знаю. Очень быстро. Сейчас вот дорогу перейдем. И там уже будет трейдер-джо. Так, на той стороне вот там стоит какой-то дяденька местный сумасшедший. И я вот туда не хочу идти. Пойдем сюда. А может быть не сумасшедший. Но что-то мне кажется, что сумасшедший. Здесь, кстати, еще бывает, ходит дяденька, который танцует. Очень веселый. Он ходит в таких шортах. Только в шортах. И танцует. В общем, интересная личность. Его можно часто видеть в инстаграме, в аккаунте San Diego Humor. Так, а вот мы и пришли на торговую плазу. Она называется, по-моему, HUB. Здесь есть магазин RELS, куча всяких кафешечек. И магазин трейдер-джо. А мне нужно, наверное, где-то сейчас надеть маску. Вот, жарко невероятно. Но очередь вроде небольшая. Ну да, мне, кажется, повезло. И очереди даже нет. Круто, круто, ребята. Все, я пойду зашопнусь. Там, наверное, снимать не буду, а то и так руки заняты. Вот здесь красивые граффити. А также я должна сказать, что мне не повезло. И очередь пряталась с другой стороны. Вот, так что стоим, ждем. Этот дядечка только что очень громко чихнул. Он снял маску и чихнул. И потом обратно надел маску. Вот, а еще здесь ходит сотрудник магазина и предлагает всем водички. Вот, очень мило. И сказал, что ждать, наверное, 10-15 минут. А еще здесь стоит красотка Mazda Miata RX MX-5 или не знаю какого года, но обожаю эту машинку. Классная такая. Так, все, еще стоим. Но стоим, наверное, минут пять. Перед входом повесили плакатик. Вот там написано, что, пожалуйста, составляйте план покупок, чтобы быстренько зашопиться. Нельзя использовать теперь сумки. И обязательно использовать покрытие. Так, почти дошла. Почти дошла. Вот, потом... Что еще, что еще там написано? Ну, оставайте. Сохраняйте дистанцию. Шептись в киноотчестве. И запасайтесь на две недели. Вот так. Желательно оставайтесь дома. Как-то так. Я еще хочу цветочков прихватить. Что-то как-то захотелось. Вот там должно быть очень клевое. Сейчас уже чуть-чуть осталось. Ручки все мокрые. Протирают их, видимо. Ну, либо обчихали. Не знаю. Прикупила герберы. Здесь вот такая красота стоит. На входе просят протирать еще тележку. Вот влажные салфеточки антибактериальные. И санитайзеры еще на руки капают. Все, я пошел. Уже точно пошел. Все, товарищи. Зашопилось. Эх, теперь это все нужно дотащить до дома. Так. Поправить камеру. В магазине, короче, на входе тетенька спрашивает сначала, где взяли тележку. Там у них отдельно стоят, которые уже обработали. Там дядечка специального поливеризатора стоит и обрыскивает все использованные тележки из магазина. Я вот сейчас выходила и, ну, такую и выдала. Вот. Отдала, точнее. И вот одна тетенька спрашивает. Протерли ли вы тележку? Откуда вы ее взяли? Если она там взята из определенного места, значит, ее не надо протирать салфеточками. Либо надо протереть еще салфеточкой. Она еще одолевает на руки санитайзер. Следующая тетенька на входе рассказывает правила поведения в магазине, что пытаетесь соблюдать дистанцию. Так. Пойдем сюда. И просит. Там, короче, сделали одностороннее движение в магазине. И нужно желательно придерживаться этого движения, так сказать. Но все равно магазин маленький, не очень удобно там ходить. А, у меня листик упал, щупочет. Никакого удовольствия от шоппинга. Я вот сегодня ходила просто для того, чтобы набрать вкусняшек. Замороженная малина нужна была для Наполеона. Малинового. Набрала также чипсиков разных. Йогуртов. Кефирчик взяла вкусный. С манго и с клубникой. Так. Куда же идти? Наверное, надо опять нажимать кнопочку. Или не надо. И идти, как этот, дяденька. А я вот хочу пойти туда, потому что там поприятнее идти, чем по университи. И что еще взяла? Взяла еще, нашла там внезапно Титриойл. Ой, господи, масло чайного дерева. Я его обожаю. Если какие-то там воспаления, прыщики и прочая ерунда или ранка, то я мажу маслом чайного дерева, и оно обеззараживает и быстрее все заживает. В общем, просто незаменимая штука с магическими свойствами. Ну, в общем, я в нее верю, и она работает. Голова просто какая-то квадратная опять, я ничего не соображаю, и господи, этот светофор уже просто... Ну вот, дядечка нажал, в ту сторону загорелось. А мне нужно туда. Я тоже уже нажала, но светофор все еще не горит. Мне нужно идти максимально быстро, потому что фрикадельки замороженные, малины замороженные, и нужно бежать, чтобы оно не разморозилось. А термосумку я не брала, потому что, как уже упоминала ранее, в магазины теперь со своими пакетами многоразовыми нельзя. Хотя я все равно сейчас вышла и переложила кефирчик и майонез в рюкзак, потому что тяжело в одной руке все это дело тащить. Здесь у нас живые, в домовомике, на вид простенькие, а стоят, как всегда, по, не знаю, примерно 600-700 и выше, скорее всего. Я, наверное, напишу цены вам, гляну потом на Зиллоу. В общем, как-то так. Вся эта ситуация уже надоела конкретно. Хочется уже нормальной жизни, нормально ходить в магазины, а не вот так. Потому что ты заходишь и просто из-за этой маски, я не знаю, у меня вот ограниченный угол зрения, я ничего не вижу. В общем, ну это хорошо, говорят, хорошо они написали, что, пожалуйста, носите списки, составляйте, и идите со списком. Потому что реально мозг отключается, такой, господи, куда я попал, что делать, и как тут вот это вот все, не знаю, как себя вести. Короче, просто бред. Так, нам нужно сюда, посмотреть, чтобы нас не сбили. Сейчас, наверное, в Ламезе где-нибудь, и дальше в Клэрмонте, в общем, дальше от океана, наверное, вообще жара выше 30 градусов по Цельсию, скорее всего. Это у нас в Хилкристе попрохладней. И у нас дома вчера было 7,7 по Фаренгейту. Ну, вот у нас дома в Фаренгетах температура стоит на термостате. Ну, 7,7, это очень жарко, это уже вообще. Ну, 80, это уже можно кондиционер включать. Но если я ночью ложусь уже спать без одеяла, то, значит, действительно жарко. Я обычно всегда укутываюсь. Вот этот мостик кто-то где-то писал на Next Door, что очень опасный. И почему куда смотрят власти и не сделают здесь заграждение повыше. Типа, идти здесь страшно. Ну, вот мне ниже пояса вот этот забор, а здесь машина. Ну, мне нравится, он прикольный. Хотя, когда я здесь ехала первый раз на велике, мне было действительно очень страшно. Я ехала вот по дороге. Да, вот как-то так. Наверное, я попозже выйду вечерком, когда жара спадет, и еще с вами погуляю. Но не обещаю, конечно, но, наверное, надо выйти, и свет будет получше. И я кроссовки надену, потому что в босоножках ходить очень ногам как-то неудобно и непривычно. Так-то до магазина норм, а вот долго ходить уже вот чувствую, что что-то ноге как-то не нравится. Так, здесь у нас домики с классными крылечками. Почему-то сегодня спадают у меня очки. Прям нужно их поправлять. Они уже у меня где-то на носу. Так что я выключаюсь, и увидимся с вами потом. Может, покажу сейчас еще покупки. А то рассказала, а не показала. Ребята, я сейчас увидела какое-то создание летающее. И это было очень похоже на очень большой моль. И тут я вспомнила, что говорили про минусы Сан-Диего, что здесь бывает сезон моли. Мы за два года с хвостиком ее еще ни разу не видели. Мне кажется, что это именно сейчас была она. Приду домой, погуглю. Но это была какая-то очень пушистая, многослойная серая бабочка. Наверное, это была моль. Она сидела на земле. Сначала подумала, что это ящерица, но она полетела. Я, конечно, завизжала, и, конечно же, я это не снимала. Потому что камера лежала в пакете. Окей, сейчас нагуглю вам эту моль, покажу. Показываю, что купила. Это те самые фрикадельки, которые очень вкусные. Детские написано. Или не детские. Ну, в общем, у них такая упаковочка, что кажется, что это какие-то фрикадельки для детей. Но они очень умномном. Затем замороженная малина нужна для торта, как я уже сказала. Взяла две пачки, одну про запас. Еще кекс тоже с ней пеку. Сзади у нас идет Титри Уилл, австралийская, стопроцентная. Чипсы картофельные с белым трюфелем, очень вкусные. Еще я люблю вот эти начосы, это уже кукурузные. Они тоже с сыром кукурузные чипсы. Затем у нас герберы, 8 штук, потому что в Америке пофиг на четный, нечетный. И приют четное количество. Затем чай травяной, мятный. Такой не брала, хотела другой. Но другого не было, мятного, который очень вкусный. Потому что он, скорее всего, на Новый год и Рождество продается сезонно. А этот вот сейчас есть, поэтому попробуем вот этот. Затем любимый чай со специями. Обожаю его. Майонез, какой-то от Трейдера Джо. Такой не брала, обычно берем где-нибудь в другом месте, но не в Трейдера Джо. Но идти еще в другой магазин я не хотела. А нужно смотреть, когда покупаете майонез в Америке, сколько соли. Вот здесь, фокус, фокус. В общем, здесь соли, вот с содиумом, 70 миллиграмм. Это немного, это вообще очень даже мало. Так что это хорошо, потому что очень часто можно очень соленый майонез купить. Кефирчик с манго, один, а другой со струбри, с клубникой, то есть. И сыр вкусный для завтрака. Он такой немножко резиновый. И последнее это йогурт из кешью. Один ванильный, а второй клубничный. Наверное, этот клубничный. Да, этот клубничный, а этот ванильный. Вот, сейчас жарко и хочется иногда что-нибудь такое легкое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА